Можно сказать, что Елизавета Лашманова попала с корабля на бал, вернее, на сцену. Премьера спектакля, в котором задействована выпускница Нижегородского театрального училища, состоится в начале сентября. Репетиции идут полным ходом. Елизавете всего 19 лет. Она с восторгом смотрит на жизнь и в любой момент готова к переменам. Профессию актрисы она выбрала также стремительным. Ну, в восьмом классе я подумала, хм, почему бы и нет. Вот. И просто попробовала поступить. Я не думала, что я всю жизнь, и даже до сих пор не думаю, что всю жизнь свяжусь с этой профессией. Но пока вот, по первым впечатлениям, мне очень-очень все нравится. Актриса приехала в наш город в начале августа и с головой окунулась в работу над своей первой ролью. В новой постановке она играет роль служанки, которая приехала из периферии в большой город и устроилась на работу. У Елизаветы наоборот. После окончания театрального училища в Нижнем Новгороде она сделала выбор в пользу провинциального театра. Ой, мне очень сильно понравился Саров, потому что, с одной стороны, он такой очень ближе к природе. Здесь везде деревья, там сосны. А с другой стороны, он все равно такой индустриальный, современный. Ее однокурсник Александр Полеха пришел в профессию в более сознательном возрасте. На последних курсах вуза он увлекся театром и после защиты диплома подал документы в театральное училище. Вместе с Елизаветой он пополнил состав труппы Саровского театра. И первые впечатления от города и коллектива у молодого артиста самые положительные. Саров для меня идеальный вариант на данный момент. У меня здесь родственник. Я в детстве очень много раз был в Сарове. И мне этот город очень нравился всегда. Он всегда ассоциировался с соснами. Я не знаю, какая-то теплота в детских воспоминаниях. Как любой выпускник, Александр грезит большой сценой и главными ролями в постановках мирового уровня. И, может быть, мы увидим имя Александра на афишах столичных театров. Но начать свой творческий путь к вершине театрального олимпа ему суждено на сцене нашего театра. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.